Работа с художественным эффектом Применение художественного эффекта к рисунку или заливке позволяет придать изображению вид карандашного наброска, рисунка от руки или картины. Заливка рисунком представляет собой фигуру или другой объект, заполненный рисунком. При этом одновременно к рисунку можно применить только один художественный эффект. Для применения к рисунку другого художественного эффекта необходимо удалить предыдущий эффект. Если вы собираетесь сжимать рисунок с целью уменьшения размера файла, необходимо сделать это и сохранить файл перед применением художественного. Если результат после сжатия и применения художественного эффекта будет неудовлетворительным, сжатие можно отменить даже после сохранения файла, до тех пор, пока не завершена работа программы, в которой выполнялось сжатие. Выделите рисунок, к которому нужно применить художественный эффект. Затем во вкладке «Работа с рисунками» в формат в группе «Изменения» щелкните по элементу «Художественные эффекты» и выберите нужный художественный эффект. Перемещайте указатель мыши по эффектам, используя динамический просмотр, чтобы перед выбором нужного эффекта увидеть, как после его применения будет выглядеть рисунок. Для точной настройки художественного эффекта во вкладке «Работа с рисунками» в формат в группе «Изменения» щелкните по элементу «Художественные эффекты» и выберите пункт «Параметры художественных эффектов». Чтобы удалить художественный эффект из рисунка, выделите этот рисунок и во вкладке «Работа с рисунками» в формат в группе «Изменения» щелкните по элементу «Художественные эффекты», после чего выберите пункт «Нет». Для удаления всех эффектов, примененных к рисунку, включая эффекты из других коллекций, нажмите на кнопку «Сброс параметров рисунка». Чтобы сделать рисунок более привлекательным, можно добавить такие эффекты, как тени, свечение, отражение, сглаживание, рельеф и поворот объемной фигуры. Можно также добавить художественный эффект или изменить яркость, контрастность или резкость рисунка. Для этого щелкните по рисунку, в который требуется добавить эффект. Чтобы добавить один и тот же эффект в несколько рисунков, щелкните первый рисунок и затем, нажав и удерживая клавишу «Контрол», щелкните другие рисунки. При использовании Microsoft Word нужно скопировать рисунки в полотно, если их там еще нет, а после добавления или изменения эффекта рисунки необходимо перенести в исходное место в документе. Во вкладке «Работа с рисунками. Формат» в группе «Стили рисунков» щелкните по элементу «Эффекты для рисунка». Далее, чтобы добавить или изменить встроенную комбинацию эффектов, наведите указатель на пункт «Заготовка» и затем щелкните нужный эффект. Для настройки встроенного эффекта щелкните по пункту «Параметры объема» и измените необходимые параметры. Чтобы добавить и изменить тень, наведите указатель на пункт «Тень» и затем щелкните нужную тень. Для настройки тени щелкните «Варианты тени» и измените необходимые параметры. Аналогичным образом добавляются и настраиваются эффекты отражения, свечения, сглаживания, рельефа и поворота объемной фигуры.